Глава шестая Книги Есфирь В ту ночь Господь отнял сон от царя, и он велел принести памятную книгу дневных записей, и читали их пред царем. И найдено записанным там, как донес Мордахей на Гавафу и Фарру двух евнухов царских, оберегавших порох, которые замышляли наложить руку на царя Артаксеркса. И сказал царь, — Какая дана почесть и отличие Мордахею за это? И сказали отроки царя, служившие при нем, — Ничего не сделано ему. И сказал царь, — Кто на дворе? Аман же пришел тогда на внешний двор царского дома поговорить с царем, чтобы повесили Мордахея на дереве, которое он приготовил для него. И сказали отроки царю, — Вот Аман стоит на дворе. И сказал царь, — Пусть войдет. И вошел Аман. И сказал ему царь, — Что сделать бы тому человеку, которого царь хочет отличить почестью? Аман подумал в сердце своем, — Кому другому захочет царь оказать почесть, кроме меня? И сказал Аман царю, — Тому человеку, которого царь хочет отличить почестью, пусть принесут одеяние царское, в которое одевается царь, и приведут коня, на котором ездит царь, возложат царский венец на голову его, И пусть подадут одеяние и коня в руку одному из первых князей царских, и облекут того человека, которого царь хочет отличить почестью, и выведут его на коне, на городскую площадь, и провозгласят перед ним, — Так делается тому человеку, которого царь хочет отличить почестью. И сказал царь Аману, — Тотчас же возьми одеяние и коня, как ты сказал, и сделай это Мордахею иудеянину, сидящему у царских ворот, и ничего не опусти из всего, что ты говорил. И взял Аман одеяние и коня, и облек Мордахея, и вывел его на коне, на городскую площадь, и провозгласил перед ним, — Так делается тому человеку, которого царь хочет отличить почестью. И возвратился Мордахей к царским воротам, Аман же поспешил в дом свой, печальный, и закрыв голову. И пересказал Аман Зереш жене своей и всем друзьям своим все, что случилось с ним, и сказали ему мудрецы его и Зереш, жена его, — Если из племени иудеев Мордахей, из-за которого ты начал падать, то не пересилишь его, а, наверное, падешь перед ним. Они еще разговаривали с ним, как пришли евнухи царя и стали торопить Амана идти на пир, который приготовила Есфирь.